Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова, в эфире передача о мелочах и жизни. Лето, пора мотосезона. Тема нашей сегодняшней передачи. И у меня в гостях Екатерина Жукова, мотоциклистка, и Дмитрий Сильнов, инструктор в автошколе. Первый вопрос, Екатерина, у меня будет к вам. Хотелось бы услышать вашу мотоисторию? Ну, на самом деле, познакомилась с мотоциклистами я давно, еще в 2008 году. Мой молодой человек был мотоциклистом. Сколько вам лет было? Мне на тот момент было лет 16-17. Тяги до этого момента у вас к мотоциклам не было? Ну, когда в кино я видела девушек на мотоциклах, конечно, это было интересно, но при этом я до того момента, как сама лично познакомилась с мотоциклистами, не знала вообще, что в городе у нас они есть. Видимо, не обращала внимания. Но села на мотоцикл я уже своим ныне уже мужем. Сзади вы сначала просто вас катали? Да, первое время я ездила пассажиром. Вам понравилось? Но потом появилось желание сесть за руль самой. И мой молодой человек, ныне уже муж, поспособствовала этому. Я пошла в автошколу. Сколько вам лет было? Это было 2012, был 2012 год. Ну, примерно надо посчитать так на вскидку, я не скажу на самом деле. Но уже в зрелом, в зрелом возрасте. Да, я уже закончила школу, я уже училась в университете. Будучи студенткой? Да, будучи студенткой. Тоже было самостоятельное желание. Сколько лет вы уже за мотоциклом? За рулем своего собственного мотоцикла я езжу с 2014 года. Ну и как вам? Ну, если я скажу нравится, это будет слишком банально. Ну, скажем так, мотоцикл это не так какая-то вещь, это часть жизни. Вам есть сравнить? Вы тоже за рулем автомобили можете управлять? Да, я управляю автомобилем в зимнее время, соответственно. Что бы вы выбрали, автомобиль или мотоцикл? Я бы выбрала южную сторону и мотоцикл, конечно же. Да? Ну, единственный минус, только дочку не повозишь, пока она маленькая. А так, почему нет? В чем отличие для вас? Для меня, ну, наверное, с автомобилем нельзя стать настолько единым целым, как с мотоциклом. А вот смотрите, а вот в лето сейчас, наверное, жарко. Это нужна специальная экипировка. Это есть некоторые неудобства. Есть такой момент? Неудобства есть, конечно. И жарко, и бывает очень жарко. На самом деле, холодно, не так страшно, можно тепло одеться. В жару, конечно, тяжелее. Но это того стоит. Но это того стоит. Для меня это того стоит. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот на какие расходы нужно рассчитывать, когда окунаешься в мотомир? Ну, смотря что вы подразумеваете под словом «окунаешься». Когда ты хочешь научиться водить, мотоциклом, управлять мотоциклом, и хочешь приобрести себе мотоцикл, нам нужно же еще амуницию. Нужно много, наверное, рассчитывать на расходы. Ну, обучение в автомобильной школе по классу А техники, оно, в принципе, достаточно недорогое. Здесь я бы не сказал, что это какие-то глобальные расходы. Примерно какие цены? Ну, в среднем по городу обучение стоит 7-8 тысяч, то есть на именно категорию А. Что же касается приобретения непосредственно техники, то здесь потолка как бы такового нет. То есть можно взять очень дорогой мотоцикл. А так, в принципе, все зависит от вашего желания, от ваших целей, что именно вам нужно. Можно там за минимальную сумму взять что-то, самому перебрать, довести до ума и кататься. Даже так. А вот амуниция вся вот эта, это дорого все стоит? Ну, все зависит от того, насколько финансовая возможность у человека. Кому-то это кажется дорого, кому-то нет. Ну, в среднем мотокомбинезон кожаный, цельный мотокомбинезон, который имеет функцию расстегивания отдельной куртки и штаны, от 10 тысяч и выше зависит все от бренда, от марки, которая выиграетесь. А хватает его одного или нужно еще что-то разнообразить? Ну, конечно, одного его не хватает. У меня есть вариант на более холодный период, либо на трассу, то есть выезд за город. Это комбинезон полноценный, кожаный, с полной защитой. Соответственно, перчатки кожаные, шлем, подшлемник, боты. На город, и вот на лето, на жару, это боты на колейнике, перчатки, подшлемник, шлем и мотокуртка. То есть в любом случае это уже друг за другом тянет, тем более, если хочется помодничать. Можно и модничать, да? Можно, конечно, модничать, и можно модничать очень сильно, вплоть даже до того, что по России есть умельцы, кто шьют на заказ, можно сшить, прям индивидуальный дизайн сделать, и будет вот только у тебя. Здорово, здорово. Дмитрий, вот скажите, я хочу сесть за руль мотоцикла. С чего начать? Сколько нужно учиться? Как это все происходит? Ну, для начала, наверное, вам нужно решить, а нужно ли это вам вообще? Как это нужно делать? Ну, хотя бы просто попробовать прокатиться. Понимаете, я в мотодвижении уже более четверти века, и знаю много случаев, когда люди приходили, пробовали и понимали, что это не их. То есть, мне нужно сейчас сначала, чтобы кто-то меня прокатил? Ну, хотя бы начать с этого, а если вы хотите непосредственно уже с самым сесть за руль, то для этого есть у нас в городе прокат мотоциклов, вот так называемый карт-холь у нас. А как, если я не умею, как я буду кататься? Ну, там есть инструкторы, которые вам покажут, как садиться, как трогаться с места. То есть, я могу сразу же в этот же момент и тронуться с места? Ну, после инструктажа, да, почувствовать хотя бы, что это такое, вот тот руль в руках, педали под ногами. Если тяга продолжается, то можно уже именно получать права? Ну, думаю, да. И сколько длится вот это обучение, чтобы получить права? Ну, у мотоциклов и у легковых автомобилей абсолютно одинаковая теория, разница только в практике. Поэтому три месяца. Три месяца теория, а потом получается как практика? Практику параллельно можно делать. А как это все происходит, практика? Практика, вы приезжаете на учебную площадку и там отрабатываете все необходимые упражнения. То есть, по городу, получается, уже на мотоциклах никто не выезжает? Нет, по городу вас никто не выпустит. Понятно. Это такие вот отличия как раз, да? Да. А что нужно вот знать автомобилисту, когда на дороге мотоциклист? Ну, автомобилистам сейчас, конечно, не помешало бы больше смотреть зеркала заднего вида, проявлять аккуратность. Именно заднего? А боковых недостаточно? А боковые тоже относятся к зеркалам заднего вида. Их три в автомобиле. Внутренние салонные, правая и левая, как вы знаете. Смотреть нужно во все три. Во все. Мотоцикл, в отличие от автомобиля, он гораздо меньше заметен на дороге. И, кроме того, он менее устойчив. Это, я думаю, ни для кого не для секретов. Поэтому, если произойдет столкновение с автомобилем, ну, вы там отделаетесь царапинами, вмятинами, сбив мотоциклиста, это будет впоследствии гораздо более тяжелой. Поэтому это нужно, конечно, иметь в виду. Вот скажите вот свои ощущения изнутри. Как вы про себя можете сказать, когда вы на дорогах и на дорогах автомобиля? Что вот, может быть, какие-то нюансы должны знать автомобилисты? Ну, во-первых, как сказал уже Дмитрий, конечно, быть более внимательным на дороге, потому что, чего греха таить, на самом деле автомобилисты очень невнимательны. И при каких-либо конкретно аварийных ситуациях, даже в случае того, если ДТП не произошло, на вопрос водителю, почему ты в меня, ну, например, допустим, перестраиваются в тебя, я тебя не видел. И здесь речь идет не о том, что там несешься сломя голову, там превышаешь, а когда едешь, в принципе, по скорости потока. То есть бывает и такое. Ну и если вы все-таки увидели мотоцикл, будучи за рулем автомобиля, мой совет, не делайте резких движений. Если мотоциклист хочет вас объехать, он вас объедет. Он сделает это по той траектории, по которой он просчитает, и сделает это максимально безопасно для себя и максимально безопасно для вас. Это все в рамках правила дорожного движения? А вот когда, кстати, мотоцикл между автомобилями по полосе приезжает, это разве по правилам дорожного движения? Ну, движений в междуряде, о которых вы хотите сказать, да, споров вокруг него идет очень много и очень давно. Ну, сами посудите, ведь, по сути дела, движения между потоками машин в городе, да, это для мотоциклиста зачастую спасение, да, как пробиваться через пробку. Я неоднократно сталкивался с ситуациями, когда водители проявляли уважение. То есть, они даже немножечко расступались и давали проехать спокойно. Особенно, если ехали крупногабаритные мотоциклы, там, чопперы, круизеры, туристы. Вот, проявляли все-таки уважение. То есть, если все-таки видят, что мотоциклист где-то либо справа, либо слева, можно, если это не мешает потолку, что чуть-чуть можно пододвинуться. И я, когда езжу, особенно в пробках, я всегда стараюсь сказать спасибо. Ну, либо махом головой, либо поднять руку. Но иногда... А, допустим, какие-то знаки, может быть, вы тоже что-то показываете руками им? Или как вы это все показываете? Ну, автомобилистам руками показывать, в принципе, нет смысла. Они не всегда смотрят зеркала. Обычно стараешь себя обозначить звуком. Ну, либо помаргиванием дальнего... Либо помаргиванием просто, да? Просто подмигиванием, да. Просто женским подмигиванием, да. Ваш же шлем никто не видит. Ну, глаза-то видны. Скажите, как вот в шлеме слезятся ли глаза? Есть ли у вас плохой обзор? Как вы вообще изнутри все это ощущаете? Прекрасно. Да? Все хорошо? Ну, если не считать того, что на светофорах в нем жарко, у нас нужен переговорное устройство. Смотрите, а если у вас почешется глаз, что делать? Или лицо? Я открываю вюзор и чешу глаз. Так, а если что-то щеки? Тут не проберешься даже. Бывает такое, что жутко чешется лицо, что делать? Ну, да, бывает. Но обычно через какое-то время просто это забывается. Это нюансы, к которым просто уже вы привыкаете в процессе. Это не столь критичный момент. Да? Очень интересно. Так, а вот скажите, Екатерина, ваши плюсы и минусы вот этой мото-жизни. А давайте скажите какой-нибудь негативный момент или несколько моментов таких. И, конечно же, ваши лучшие моменты. Ну, плюс это, конечно, удовольствие в первую очередь. Удовольствие это что? Удовольствие просто отъезды. Просто удовольствие отъезды. Да? Автомобиль это просто вот сел и поехал, а мотоцикл это несколько другой. А можно сказать, что автомобиль это комфорт, а мотоцикл тогда это что? Или вам тоже комфортно? Мне комфортно. Да? Я, в принципе, ездила и к друзьям в набережной Челнод в этом году. Мы дважды катались, сможем. Это довольно дальние уже расстояния. Без проблем. Мы садимся, берем все самое необходимое. Вы практически путешествуете уже? Ну, есть немного, да. Ну, есть, конечно, негативные моменты. Ну, жара, на самом деле, это мелочи жизни. Бывает такое, что аварийные ситуации на дороге. Попадали в ДТП? Я, к счастью, будем говорить так, я к счастью не попадала. Есть ребята знакомые, кого забивали, некоторые забивали неоднократно, и зачастую это невнимательность водителей. Ну, бывает и я, совершая ошибки, да, было по отсутствию опыта. А как вот наши дороги? Я когда почитала, что если для автомобилиста какая-нибудь ямка, он даже ее не заметит, то для мотоциклиста это может быть вот таким роковым случаем, когда... Ну, все зависит от ямки. Если в нее целенаправленно ехать, то да, конечно. То есть нужно быть мотоциклистом вообще очень предельно внимательно, особенно если новая трасса, да? Ну, как правило, если ехать за автомобилем, то видно, они объезжают, и в принципе этого достаточно. Но все-таки плюсы, я так понимаю, они в любом случае перевешивают все какие-то негативные моменты. Ну, если бы было больше минусов, я бы не села снова. Это здорово. Дмитрий, давайте все-таки еще напомним про меры безопасности. Да? Ну, для начала, каждый, кто садится за руль, вообще неважно, мотоцикл, автомобиль, чего угодно, должен ездить за головой. Голову включать нужно обязательно. Екатерина уже отметила, что в обязательном порядке для мотоциклиста является необходимым защита. То есть, это шлем, перчатки, защитная куртка, наколенники. То есть, все это именно спасет от травм. А перчатки защищают от чего, если вдруг упадешь, чтобы руки тоже были? Ну, перчатки защищают и при падении их, и от переохлаждения. Ведь артрит вам тоже ни к чему. Особенно, когда представьте себе, что вот вы едете в течение нескольких часов, а на улице достаточно парохладная погода. Обдувается. То есть, естественно. Переохлаждение суставов, и затем со всеми вытекающие. Такие простудные заболевания, значит, очень часто можно. Ну, я бы не сказал, что часто. Потому что вот я, например, за рулем мотоцикла не мерзну. Может, просто тепло одеваюсь. А так, ну и, конечно же, соблюдение всех правил безопасности. Стараться избегать ненужного риска. Следить за дорожной ситуацией. Планировать на несколько шагов вперед. Вот, например, ты собрался разогнаться, а впереди автомобиль включил указатель поворота. Он тебя еще не видит в зеркала. Он сейчас перестроится и может закрыть дорогу перед тобой. Может быть, лучше чуть-чуть притормозить. Пусть он перестроится, а потом ты его обойдешь. То есть, таким вот образом, как шахматную партию. Проигрываешь ситуацию и уже можешь себя безопасить. То есть, обязательно всегда быть на чеку. На чеку нужно быть постоянно. Особенно в городе. На трассе, да. Когда ты едешь, можешь расслабиться. А в городе собранность нужна стопроцентная. Ведь смотрите, когда ты едешь в автомобиле, ты даже можешь отвечать по телефону. Хотя это тоже нельзя. Ну, либо через громкую связь. А здесь, когда ты садишься за мотоцикл, здесь только есть ты и он. Правильно? У некоторых встроенный. Телефон, шлем. Можно поговорить с дорогой. А, то есть, можно все-таки вот так вот говорить. Я не знаю. Можно переговорное устройство к ним подключать, в том числе и телефон. Можно и принять звонок, и послушать музыку, так же, как в машине. Да? Я вот это... Я узел книгу, кто-то слушает. Да вы что? А ветер? Ничего это не мешает? То есть, все так же комфортно можно... И это уже много-много лет, поверьте мне. Это не вчерашний. Вот этот момент я даже не знала, если честно. Смотрите, Екатерина, у вас здесь, смотрю, перчатки, шлем, да? Это то, что вы всегда тоже надеваете, садясь за мотоцикл. Да, это обязательно. А шлем, получается, он тоже какой-то есть сезонный, или он на все сезоны? Или они отличаются, есть какой-то с утеплителем или как? Нет, на самом деле, по сезонам, ну, только если кто-то ездит на снегоходах. То есть, да, там зимний утепленный шлем. На летний период, в принципе, его достаточно. Единственное, подшлемник. У меня тонкий, то есть, на лето. Это вот подшлемник? Это подшлемник, да. А он для чего? Чтобы волосы не вылезали? Чтобы не вылезали волосы, чтобы обшивка шлема менее запачкивалась, потому что все равно волосы засаливаются, пачкают в любом случае. Ну, и это дополнительное утепление в случае прохладной погоды. То есть, если, допустим, у меня тонкий синтетический, то на более прохладное время, допустим, осень или начало весны, то там можно теплый, хлопковый, хороший. А вот у меня еще вот такой вопрос. Вот смотрите, автомобиль тоже проходит ТО каждый год, а здесь с мотоциклом все то же самое или есть? Объясненно то же самое. Никакой разницы. И так же и масло нужно постоянно уровень следить. Все то же самое. А в чем здесь принципиально? Это такой же двигатель внутреннего сгорания, это такая же техника, просто она чуть меньше. Не скажу, что объемом, но размером, да. Единственное, что можно его, наверное, помыть без всяких автомоек, да? Можно просить. Ну что, можно же самому помыть в дворе. Нет, ну с этим, в этом плане, наверное, попроще. Что еще? Какие-то есть у вас еще вот детали, может быть, которые я не задала, но хотелось бы вот вам донести, сказать, рассказать? Про ваш мотомир, который мы еще не знаем. Ну, пытаться убедить людей в том, что мы такие же, как и они, наверное, это бессмысленно. Нас априори, мотоциклистов, неважно, девушка или парень за рулем, считают смертниками, хрустиками, Да, я тоже об этом. Самоубийцами, донорами органов. То есть в комментариях порой эпитеты зашкаливают. Но при этом мы такие же люди, такие же, как вы. Просто у нас есть свои увлечения. Кто-то увлекается макроме, кто-то вяжет, а кто-то ездит на мотоцикле и путешествует, кто-то занимается мотоспортом. Главное, что нужно просто соблюдать основные меры безопасности. Меры безопасности и правила дорожного движения. Это самое важное. Да. Что бы вы хотели пожелать нашим зрителям сейчас? Ну, наверное, смотрите в зеркала, езжайте с головой. Ну и счастливых всем дорог. Екатерина. Ну, не буду желать конкретно водителям. Просто хочется сказать, что если вы решили заняться каким-то серьезным делом, то стоит подойти к этому с большей ответственностью. Не важно, что это. Водить авто, мотоцикл или просто начать вязать. Да. Я надеюсь, что вам было очень интересно на нашей передаче. Мне очень было интересно познать некие нюансы. хороших вам легких дорог, неважно, за рулем автомобиля или мотоцикла. Вы будьте внимательны, будьте добры к друг другу. И я желаю вам всего наилучшего. А мы с вами увидимся в следующем эфире на Ульяновской правде. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok